МАЛЕНЬКИЕ МЕЧСТАТЕЛИ Простите. Кенгруми получился очень милый и пушистый. Его я сшила из плюша нижнеперсикового цвета. Также к нему я добавила золотые манжеты на руках и ногах. В капюшоне подклад тоже золотого трикотажа, белые флисовые ушки и также я покажу как сделать розочки и рог. По традиции начинаем шитье с бумажной выкройки. Отмечаем горловину и ширину плеч, а также длину рукава. Ориентируемся на запястье куколки. От подмышки ведем линию к низу, обводим бедра, но не впритык, а посвободнее. Отмечаем проем между ножек и проводим линию вниз. Откладываем куколку и дорисовываем линии. Можно сделать рукава и штаны пошире, тогда кегуруми будет сидеть на куколке посвободнее. Теперь рисуем выкройку капюшона. Прикладываем куколку и отступая от лица примерно полсантиметра от челки рисуем вниз линию до шеи. Сзади обводим голову куклы с такой же прибавкой. А вот над головой можно добавить полтора-два сантиметра. Если ваша ткань не тянется или имеет маленькое растяжение, советую сделать прибавку на капюшон по одному сантиметру с каждой стороны. Рисуем манжеты. Моя ткань тянется и я отмеряю длину 5 сантиметров и ширину на глаз примерно полтора сантиметра. Далее рог. Его тоже рекомендую сделать из тянущейся ткани. Ну а тут все просто. Нужно просто нарисовать треугольник, стороны которого мы потом сошьем вместе. Теперь нам нужно отметить животик у нашего кигуруми. Для этого делим горловину пополам и ведем линию вниз до шагового шва. От шагового шва до талии проводим дугу. От шеи до подмышки делаем скос, как мы делали сами на свитшоте. Вырезаем. Детали обязательно складываем пополам и вырезаем только в таком виде. Если вы конечно не креативный дизайнер и хотите, чтобы ваши рукава и штанины были разной длины и формы. Вырезать можно чуть пошире, ведь это кигуруми и свободный фасон только приветствуется. Можно примерить на куколку. Здесь я немножко больше отрезала и дошла прямиком до дуги. А нам нужно, чтобы нижние штаны шли целыми, а не по частям. Поэтому дугу я рисую чуть выше, снова складываю кигуруми и вырезаю животик. Рукава мы тоже отрезаем и разрезаем выкройку с животиком на две половинки. Позже на них мы будем крепить застежку. Оба рукава нужно сложить вместе и снова сделать уже целую выкройку на бумаге. Можно также сложить все выкройки на лист и снова их объести. Ведь нам еще нужна спинка. Вот все детали выкройки, которые должны у вас получиться. Этот кигуруми я буду шить из флиса или животик сделаю из плюша. Объясню почему. Плюш ткань очень капризная, практически не тянется и ужасно линяет. И вам шить из нее будет довольно сложно. Я покупала ее отрезом и обязательно перед шитьем постирала. Я так поступаю с любой тканью, которую покупаю, чего я вам советую. Флис гораздо податлее в шитье и с ним будет работать намного проще. К тому же он не осыпается по краям. Для подкладки, манжет и рога рекомендую взять трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Манжет должно получиться 4 штуки. Для начала мы обрабатываем края на выкройке животика у одной и у второй деталей. Теперь накладываем деталь одну на другую, чтобы мы могли потом между ними спрятать застежку и фиксируем. Теперь подшиваем готовые детальки к нашим штанишкам. Совмещаем середину и сшиваем. Обратите внимание, что сшивала я не от подмышки, а от начала талии. Теперь пришиваем манжеты. Складываем манжет пополам, прикладываем к лицевой стороне рукава и сшиваем прямой строчкой. Обрезаем излишки. То же самое делаем и со вторым рукавом. Когда наши рукава готовы, мы берем деталь спинки и пришиваем их к пройме точно так же, как шили свитшот. Шьем строго по линиям, иначе рукава получатся кривые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше уже талия. Вот так выглядит кигуруми в разобранном виде. Теперь мы его выворачиваем и прошиваем по бокам вместе с рукавами. Фиксируем манжет и прямой строчкой идем до низа. Вот что получилось. Шаговые швы мы не трогаем, так как нам нужно пришить по низу манжеты. И уже после того, как мы пришьем манжеты, можно прошить этот шов обычной строчкой. Можно так же прошить его два раза для прочности. Выворачиваем наш кигуруми и примеряем его на куколку. Вроде как раз. Теперь капюшон. Можно обойтись и без подкладки, но тогда ваши швы будут торчать наружу и весь вид будет испорчен. Шиваем детали по линиям прямой строчкой. Теперь выворачиваем подклад на лицевую сторону. Только подклад. И вкладываем его вовнутрь нашего капюшона. Таким образом у нас получилось, что две детали лежат лицевой стороной друг к другу. Теперь нам нужно прошить две детали вместе. Но перед этим совместить и закрепить центр. После этого выворачиваем капюшон и примеряем его на куколку. Если вы хотите сделать капюшон с завязками, то прошейте по лицевой стороне строчку оттупая от края 0,5 см. Чтобы пришить капюшон, мы также совмещаем центр капюшона с центром спинки иголкой. И прошиваем. Но лишь флиз, подклад мы не трогаем. Вот что получилось. Как видите, пришивать капюшон не так уж и сложно. Можно теперь подвернуть подклад и пришить его, закрывая шов. А также сделать липучку. Но у нас же еще остались ушки и рог. Треугольник складываем пополам и прошиваем. Потом выворачиваем и набиваем синтепоном. Сшиваем низ. От низа к верхушке продеваем иголку. И скручиваем нитку по спирали. Пришиваем. Делаем прорези для ушек. Складываем ушко пополам и продеваем в отверстие. Сшиваем с другой стороны. Вот теперь можно прошить подклад. Шьем так, чтобы наши швы оказались внутри капюшона. Ну а сейчас я покажу самый легкий способ, как сделать розочки. Берем атласную ленту. Складываем ее так, чтобы получился на углу треугольник. Накидываем один конец ленты на этот треугольник. Потом другой конец сверху. И делаем так, пока ленточка не кончится. Потом держим два кончика вместе и тянем за один. Вуаля! Розочка готова! Фиксируем ее иголкой. Теперь застежка. Это может быть липучка или вот такие вот кнопки. Вот такой няшный единорог у нас с вами получился. Если вам понравился этот мастер-класс, то ставьте лайк. Ну а теперь я хочу устроить новый конкурс для наших дорогих подписчиков. И разыграть вот такой вот плюшевый кигуруми. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вы должны быть подписаны на наш канал, поставить лайк под это видео и обязательно написать, что вы участвуете. Так я узнаю, нужен вам этот костюмчик или нет. А также сейчас мы снова разыграем школьную форму, которая так и не обрела хозяина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я поздравляю победителя! Обязательно свяжись со мной для того, чтобы получить свой приз. Ну все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok